Я не смотрел специально, меня Соня байкер. Это одна из множества наших гигантских смертельных ловушек. За каждую пройденную ловушку участник получит по 100 тысяч долларов. В ином случае он теряет всё. Первая ловушка проста. Нужно выбраться из клетки и забраться на крышу до того, как стены замкнутся. Макс, ты готов? Я готов. Ты уверен? Давай. Грубовато. Ну ладно. Как я отсюда выбраться? Эй, хочешь басказку? Крыша! Эй, Макс, не забывай, что на кону 100 штук. Боже мой. Он так близко к шипам. Интересно, они графонные? А вот и сломанный стул. Макс, давай же. Я пытаюсь с ними заткнись. Ни хуя. Стена уже близко, Макс, торопись. Макс, давай. Ни хуя. Быстрее. Я бы просто физически не смог бы вылезти. Давай, давай, давай. Давай. Ни хуя. Ты выиграл 100 тысяч. Ну, 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 подожди чуть-чуть. У меня для тебя есть вторая ловушка. И если рискнешь этой сотней, то сможешь выиграть 200 тысяч. Подумай. Но у меня не будет видео, если ты откажешься. Я согласен. Согласен. Погнали. Макс звучит уверенно. Но впереди еще 10 ловушек, которые нужно пройти. Ебать. И один чел сможет лутануть миллион? Это уйти с миллионом. Но сначала узнаем, сможет ли он выиграть 200 тысяч. Значит, интересный факт про доллары, господа. Мне теперь счета на... Из-за того, что доллар, ну, растет с семимильными шагами, мне счета на ремонт выставляют в долларах, блядь. Ну, то есть, мне сказали, типа, все, чел, бесполезно, потому что закупка материалов. Вот, теперь все в долларах. И это ловушка номер два. Закройте дверь. Хорошо, что мы там не стояли. В этих сумках 200 тысяч долларов. Чтобы выиграть их достаточно, нажать на красную кнопку и пройти через эту дверь. Что произойдет, когда я нажму на кнопку? Просто нажми и узнаешь. Хочешь пастись со мной? Нет, нет, я останусь здесь. Почему? Пойдем. Нажми на кнопку. Если ты забыл, на кону 200 тысяч. Блядь, я такое видел в этом... Я не знаю, что будет, когда я нажму на кнопку. Просто нажми на кнопку. У-у-у, эффектный свет. Думаю, ты понял, что это за ловушка. Если коснешься лазера, дверь захлопнется. Нихуя. А время ограничено? Ограничено касание луча. Одно касание. Нихуя. Ну, такое у него что-то подобное было. Брапритерис, он коснется первого же луча. О, это не для коротышек сделано, чувак. Боже мой! Я предчувствовал, что он будет ползти. Вот почему дальше лазеры окажутся прямо перед ним. Я не знаю, как мне их преодолеть. Буду честен. Ах, это безумие. Епа. Боже мой! Ты прямо окружен лазерами. Мак, я бы не двигался. Блядь, ну... Ладно бы они были физические, типа, чтобы их натяжение как-то было понятно. Это просто, блядь. Джимми, если я коснусь лазера, как скоро закроется дверь? Меньше секунды. Сделай шаг влево. Уйди, пожалуйста, с дороги. Окей. Спасибо. Три. Ну да, надо бустануть. Два. Один. Не, попашу. Нихуя. Боже мой. Епа. Это было... У меня слов нет. Это гениально. Да! Да! Нет! Нет, нет, нет. Радуешься. Хочешь уйти с двумя стами тысячами или рискнуть на 300 тысяч? Я думаю, что пройду еще одну. Вперед! К несчастью для Мака, каждая ловушка становится все сложнее и сложнее. Особенно следующая. Епа. Первая была самая сложная. Там надо, блядь, по цепи ползти, блядь. Заходи. Вау! Ты в ловушке номер три. Бро, смотри, как круто. Мы потратили последние 60 дней на ее создание. Вау. Вот 200 штук, которые ты уже выиграл. Все, что тебе нужно, это взять следующие 100 тысяч, а затем просто пройти по этому пути и просто войти в эту дверь. Что произойдет, когда я возьму деньги? Оглянись. Прямо на твоей головой. А, хорошо. Начинаю понемногу понимать. Это было слишком очевидно. Это как-то изи. В общем, как только я возьму деньги, этот валун покатится на меня. А если тебя задавит валун, я заберу свои 300 тысяч обратно. О, чувак. Я отойду сюда, чтобы меня не раздавило валуна. Дай мне обратный отсчет от трех. Три, два, один. Вперед! А что тут сложного? В чем сложный? Ебать ты уро! Беги, 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 беги! Блин, ну я... Ну, смотрите, давайте так, мистер Бистбе, ну типа... Он же должен был распланировать скорость шара. Потому что одно дело, как оно в фильме про Индиана Джонса работало, второе дело, что он просто может быть дохуя быстрым. Не буду врать! Ты гораздо быстрее, чем я думал! Боже мой! Валун был вот так близко! Как насчет четвертой ловушки? Я не знаю, чем у тебя получается все лучше. Если бы он меня настиг, чтобы произошло, я бумер? Вот что было с Нолуном, когда я его ударила. Больно. Прости, мне нужно... А, ну все-таки они тестили. Алиса, 300 тысяч долларов. Алиса, 300 тысяч долларов в рубли. 29 миллионов 980 тысяч 400... Алиса, стоп! Так все, блядь! Все, нахуй! Можно ливать! Да нахуй, ну типа, зачем еще рисковать? Все, уже! Да, конечно, это серьезное решение, ты должен все хорошенько думать. Ладно, так что ты решил. Окей, еще одно. Еще одно? Да, еще одно. Ладно, посмотрим, потеряет ли он 300 тысяч. Или заработает еще. Не выражайся так, Джимми. Мак теперь в шаре. Как ощущения? Внутри шара я осознал, как плохо пахнет. Ты сам выбрал это. Откройте двери! Добро пожаловать в четвертую ловушку. Я создал видеоигру в натуральную величину, которую он должен пройти. О боже мой, чувак! Чтобы выиграть 400 тысяч, Маку нужно пройти эту полосу. Препятствий. Если ты еще не понял, как там прыгаешь в пену и проиграешь? Я понял. Да, и еще кое-что. Я достаточно боюсь высоты, но еще и в шаре прыгать. На прохождение. Ладно. Во-первых, у нас есть такие вот платформы. Довольно просто. В шаре это намного сложнее. Бро, если ему сейчас трудно, то что будет, когда он доберется до движущихся платформ смерти? Это будет нелегко. Я сегодня играл в фулгайз. Боже мой, чувак! Прыгай! Прыгать! Да какой прыгать? Мак, осторожнее! На кону 400 тысяч! Могу я присоединиться к тебе? Эй, зачем? Прости! Я хочу быть в видео. Это мое видео. Это ужасно. Ебать, блядь, страшно, пиздец. Реально страшно. До этого момента все было довольно легко. А вот теперь будет трудно. Будет трудно? И так было нелегко! О, это безумие, чувак! В отличие от других испытаний, он идет довольно быстро. Балансировать внутри этого шара сложнее, чем кажется. Он усиливает каждое движение и можно упасть в любой момент. Ебать ты, блядь! Ебать ты, бро! В этом шаре так трудно балансировать. Бро, 400 тысяч, это не должно быть легко. Препятствия, которые были до сих пор ничто по сравнению с последним. Вот из-за этого, блядь! Вот где будет по-настоящему трудно. Как же я ошибался. Мак буквально уничтожил последний этап за 10 секунд. О, нет! Стоп, стоп! Не хожу. Вот об этом я и говорю! Бро, когда он побеждает, мне страшно быть рядом. Алиса, 400 тысяч долларов в рубли. 39 миллионов 973 тысячи 960 рублей. Алиса, стоп! Ну, это дом в Москве. Ну, не прям в Москве, но чего-то чуть-чуть за МКАДом. Это дом. Я не знаю, что сказать. На бумаге все казалось намного сложнее. Однако, следующей ловушке сложнее всех, что мы видели до сих пор. Отгадай загадку. Что лучше, чем 400 тысяч? Мне лень на стол нажать. 500 тысяч. Ну что, испугался? Или посоревнуешься за 500 тысяч долларов? Если следующий этап будет таким же легким, то давай. Я не говорил, что так и будет, но будем считать это за даст. Следующая ловушка. Для нее Маку понадобится купальный костюм, ведь, возможно, ему придется поплавать. Джимми, что это? Мак, полезай-ка в воду. Мак, ты как понимаешь, что ты делаешь? Не особо. Итак, эта ловушка сложная, но простая. Когда я скажу вперед, твои деньги начнут двигаться к этому огромному костру. Нехуя. Потянув за рычаг, ты их остановишь. А чтобы добраться до него, нужно проплыть под водой и взломать замки. Всех четырех дверей на пути. Понял. Ты, наверное, думаешь, почему у меня в руках вешалка? Потому что ей нужно взламывать замки. Мак, ты готов? Я готов. Три, два... О, погоди. Мак, не поправишь штуку за тобой? Итак, дайвер запущен. Бля, достаточно быстро. А как? Как я должен, нахуй, замки взламывать? Вешалка, ебать. Ровно через три минуты деньги окажутся в огне, если только Мак не подойдет с другой стороны и не нажмет на рычаг. И ему сейчас нелегко. Блядь, это ж надо еще возвращаться, чтобы вдохнуть. Как он так долго задерживает дыхание? Итак, Мак только что вскрыл первый замок. Ты сможешь, Мак? А пока он борется за полмиллиона, я расскажу вам о Штамбл Гайз. Бесплатной мультиплеерной игре, в которой вы сревнуетесь со случайными людьми, а победитель получает корону. С каждым новым замком Маку приходится нырять все дальше и дальше, а значит, времени на отбирание у него остается все меньше и меньше, так как ему нужно всплывать, чтобы подышать воздухом. Как все плохо видно. Что такое Стамбл Гайз, блядь? Геймплей бы показали, но вдруг бы мне понравилось. Бро, это безумие. Стамбл Гайз даже превратили некоторые из наших видео в уровни их игры. Кроме того, в магазине Стамбл Гайз теперь доступны скины Мистер Бист, эмоции и даже анимация победы. Он вскрыл третью дверь. В ближайшее время в Стамбл Гайз пройдет специальный ивент на тему Мистер Бист, так что скачивайте игру на iOS, Android или в Steam бесплатно. Прямо сейчас. Ладно, Мак, еще одна дверь. Пока-пока. Как он это делает? Как устроен процесс взлома замка вешалкой на? Смотрите, насколько близко деньги к огню. Он почти закончил. Кажется, он вскрыл четвертую дверь. Тяни рычаг! Ты должен потянуть рычаг! Ты остановил деньги! Боже мой! Я так и знал! Наверное, голова кружится из-за нехватки кислорода. Я едва вижу! Понимаю. Видишь, там висят пятьсот тысяч. Не хочешь рискнуть ими ради шестисот тысяч? Если честно, то следующая ловушка, пожалуй, самая простая из всех. Я серьезно! Если уж останавливаться, то точно не сейчас. Ладно, сделаем это! Да-да-да! Я же мог соврать! Но вообще-то я не врал. Любой человек с развитой префронтальной король мозга сможет пройти эту ловушку. Добро пожаловать! По идее, это должны быть самые легкие 100 штук в твоей жизни. Окей? Я что-то наебка какая-то, знаете ли, он... Я понял, он украл видео у Майнкрафтеров. Вот было в 2016 году популярно топ-10 ловушек для нуба в Майнкрафте. Вот это вот... Выбирай! Он же пролистил Трестовался или Плитка Хершес. Одна улетит в мусор. Вот так! Никогда бы не стал это есть! Ну, конечно, ведь ты только что выиграл 100 тысяч. Именно так. Теперь у тебя 600 тысяч долларов наличными. Джимми, это 6 ламборгини. И плитка Фистаблс. Добавлю сверху. Спасибо. Рискнёшь шестьюстами тысячами, мини-океаном денег, ради шанса выиграть 700 тысяч долларов. Алиса, 500 тысяч долларов в рубли. 49 миллионов 967. Алиса, стоп. А, уже 600? Алиса, 600 тысяч долларов в рубли. 59 миллионов 906. Ты псих. Я вижу, что он вот-вот скажет да. Ха-ха, я не знаю. Чувак, моя мама разозлится, если всё это проиграем. Да или нет? Ещё разок, всего разок. Ладно, господа, я не знаю, как там в Америке, но у нас на самом деле закон есть, то, что ты выиграл, является доходом. И надо заплатить подоходный налог 13 процентов. Да похуй. В Америке 35 процентов? Или в России 35 процентов? Ну, отправьте нас наверх! О, мы поднимаемся! Нет, 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 нет. Мак, вероятно, знает, что мы поднимаемся, но не знает, как высоко. Боже мой, чувак. Мы поднимаемся на 60 метров, и ему придётся преодолеть свой самый сильный страх, если он хочет получить 700 тысяч. Мак, давай снимем мусорный бак. Поберегись! Мне самое страшное было бы насчёт того, что эта платформа сама по себе качается. То есть, ну, по этой хуйне, может быть, я бы как-нибудь бы прошёл. Но сама платформа раскачивается-то из-за ветра, из-за того, что она на одном канате-то висит. Добро пожаловать в следующую ловушку! Ебать ты вро! Надеюсь, ты не боишься высоты? Я в ужасе, бро! Чувак, это выглядит ужасающе! Эта ловушка очень проста. Всё, что нужно сделать, это перейти на другую сторону по невероятно тонкой балке. Мне кажется, боком может идти. Хорошо. Это безумие, чувак. Боже мой. Я не знаю, как он собирается это сделать. Мне сейчас так страшно. Мне так страшно. Бро, это ужасно. А ты бы прошёл? Чёрт из-2. Ни за что. 700 тысяч на кону. Его худший страх. Посмотрим, что будет. Ладно, я больше не могу об этом думать. Будь что будет. Мне кажется, как будто шарики пошёл. его сврата. Карл, не шевелись. Боже мой. Вот это да, у него получается. Да ладно. Давай, давай. Аккуратней. Да! 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 Ну, я что говорил? Я сел в это. Декабь. Постанова. Я разоблачил постанову. Постанова. Хуйня, постанова. Если он хочет получить 700 тысяч. Мак, давай снимем мусорный бак. Поберегись! Постанова сто процентов, потому что уже под его майкой канат. Всё. Прямо под майку канат. Так близко! Мне кажется, что все дома хотят увидеть следующие три испытания. Я хочу. окончательный ответ. Иду дальше. Да! Если он завалит следующую ловушку, мне будет грустно. Маку осталось пройти три ловушки, чтобы выиграть миллион. Но дальше будет только сложнее. Ты решил рискнуть деньгами. Погнали. Мне так страшно. Включите свет. Эта ловушка может показаться вам знакомой. Наш самый популярный ролик игра в кальмара. Поэтому я решил объединить стеклянный мост и вырезание печенья в одну ловушку. Как и в игре в кальмара, у тебя есть печенье. Нужно вырезать фигуру и поместить ее на этот сканер. Если ты сломаешь печенье, оно не поместится в этот круг и мост под тобой рухнет. И я все потеряю. Но если оно будет такого... Ладно, я просто... Я хотел сказать, что это хуйня, потому что... Я забыл. Потому что рандом. Ну какой нахуй рандом, блядь? Боже размера, то дверь откроется и тебе придется сделать это еще три раза. Сколько у меня времени? Времени ограничено. Слава Богу! Нет, но тебе... Слава Богу! На некоторые из испытаний ты тратил по часу. Поэтому, может, лимит будет? Нет, не надо ограничений. Ладно, но может, тогда уже начнешь? Хорошо. Джимми, вот моя стратегия. Я облизываю его, и сахар тает. А потом, в идеале, я смогу проткнуть печенье иглой. То есть, стратегия, как в игре в кальмара? Можно и так сказать. Мак, отойди от меня. Эй, я тебя не трогал. Слушай, оставайся там. А как же мой крокс? Нет! Ну, теперь у меня нет обуви. По-другому ты не понимаешь. Ладно, начнем. Это длится вечность. Я понимаю, что эти деньги, по сути, для тебя ничего не значат. А в моем случае, они изменят жизнь. Я понимаю. Поэтому я не буду торопиться с вырезанием круга. Не торопись, пожалуйста, не торопись. Только в следующий раз я, наверное, поставлю ограничения. Нет! Полдела сделано. О-о-о! А? Вот так, верно? Окей. Клади его туда. Порядок? Дайте свет. С треугольником он справится быстро. Но после треугольника будет звезда, а затем зонтик, что гораздо сложнее. О-о-о! Слюнявый. Хорошо. Печенька! И еще. Сейчас, сейчас. Прежде чем открыть, одну секунду. О, нет! Я заменю это. Поскольку деньги были так далеко, я перенес их сюда на случай, если ты забыл, за что соревнуешься. Часть точно очень далеко. Я их заменю. Окей. А ты продолжай. Кстати, я сожалею о том, что согласился. Правда? Да. Сейчас, видя, как тебя огорчает мысль о проигрыше, я бы рекомендовал уйти после этого этапа, если ты выиграешь. Я точно так же думал, когда закончил этап с балкой. Ты так думал после каждой ловушки. Но теперь мы здесь. Ух ты, как гладко! Последний кусок. Боже, Мухай! Хватит, бро! Кажется, он справился. Ладно. Идем дальше. Печеньку нам! А теперь настоящее испытание. Зонтик. Самая сложная фигура. Если я выиграю, не думай, что мне стоит рисковать снова, чувак. Ладно. Как тебе такое? Вырежи этот дурацкий зонтик, а потом просто бери деньги. Ради моего спокойствия. Ради моего, чувак! Хорошо. И, кстати, на этот раз у тебя 10 минут времени. Время уже пошло? Да. Я уже... Осталось 9 минут 50 секунд. Я тебя обожаю, но не буду болтать с тобой, пока делаю это. Я все понимаю. На кону 800 тысяч долларов. Дайте мне доллар. Пачку денег. Дайте мне ее. Держи пачку. Он использует деньги, как молоток. В игре в кальмара такого не было. Никогда я не был так напряжен. Зря, зря, зря. Это очень, очень сложно. Я не знаю, что я с собой сделаю, если проигрываю. Осталось 5 минут. Честно говоря, я думаю, что ты справишься. Мне кажется, что я его сломаю, чувак. Самая опасная ножка... О, молоток из обуви. Чувак, я ни капли не продвинулся. Две минуты. Он начинает откалывать. Блядь, ну потому что время ограничено. Так бы он бы облизывал. Он начинает отрывать куски. К твоему сведению, осталось 60 секунд, Мак. Еба. Погоди, что только что произошло? О, нет. Блядь. О, нет. Я даже не знаю, что сказать. Я такой идиот, чувак. У меня были 700 тысяч долларов. Я не знаю, зачем я это сделал. Было бы менее обидно, если бы ты проиграл в первом испытании. Гораздо менее. Ну ладно, иди сюда, приятель. Давай. Давай, встанем. Знаете все, если вы попали в видео мистера Биста, уходите пока выигрывать. Честно говоря, это было печально. Так что я решил дать Маку 100 тысяч за переживание. Дайте знать, если вы хотите увидеть больше подобных видео. Не, ну хотя бы 100 тысяч, нормальная тема. У следующего будет более счастливый конец. До встречи. Капоцк. Не, ну прикольно. Все равно прикольно. Надо, чтобы где-нибудь проигрывали. Спасибо.